К Союз в космосе! Новый экипаж МКС под руководством белоруса Олега Новицкого отправился на орбиту. Старт этой ночью дали на космодроме Байконур. За запуском ракеты-носителя на месте событий следили многочисленные журналисты и туристы, а также миллионы людей по всему миру в режиме онлайн. После выхода на орбиту корабль не сразу направится к станции два дня на тестирование систем Союза. Пристыковаться к МКС должны 20 ноября. Для нашего земляка Олега Новицкого это второй полет. Вместе с уроженцем белорусского Червеня в экспедицию отправились француз Тома Песке и американка Пегги Уитсон. Командировка на орбиту продлится полгода. Я напоминаю, за этапами космической Одиссеи экипажа можно следить в эфире ОНТ. Наш телеканал начинает большой проект. Каждую неделю в программе «Контуры» включение с МКС, интервью с космонавтами и специалистами Роскосмоса. Сейчас же самые свежие новости стекаются в Центр управления полетами, где дежурит наш корреспондент Светлана Корульская. Для Центра управления полетами в Подмосковном Королеве сегодняшняя ночь, как и для стартовой площадки на Байконуре, была бессонна. Именно здесь контролировали все параметры корабля «Союз МС-03», который выводил на орбиту Олег Новицкий. После отделения третьей ступени ракеты-носителя оперативная группа специалистов ЦУПа взяла на себя ведение экипажа Казбеков. Активная работа специалистов в Королеве началась, как и на Байконуре, за 6 часов до старта. По видеосвязи инженеры, баллистики и техники следили за подготовкой корабля, контролировали заправку ракеты-носителя. Медики получали данные о состоянии здоровья экипажа. На экране Центра управления полетами можно было увидеть самих Казбеков. Трансляция из «Союза» также велась онлайн. Как раз в эти кадры особенно пристально вглядывались родственники космонавтов. За Олега Новицкого здесь переживала жена. Как говорят, выдохнуть эти группы поддержки смогли только после того, как отделилась третья ступень ракеты-носителя и «Союз» пошел на первый орбитный виток. Тут перед тобой график, тут ты видишь, что у них там происходит в корабле. И тут вот это, каждые там 5-10 секунд говорят, там параметры в норме, то-то-то-то. Огромное напряжение было. Сейчас для Центра управления полетами начинается этап тестирования корабля. За два дня «Союз» сделает 33 полетных витка. 5 из них будут глухими. У экипажа не будет связи с Землей. Все это время специалисты вместе с космонавтами будут проверять герметичность и функционирование всех систем корабля. Сближение корабля «Союз МС-03» с Международной космической станцией причаливания к ее модулю «Рассвет» будет проходить в автоматическом режиме. «Союз МС-03» будет только контролировать все параметры. Стыковка корабля намечена на 20 ноября на 1.02 ночи по московскому времени. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Королев. Московская область.